Двор по улице Победы 84 Важным условием участия в губернаторском проекте «Содействие» является софинансирование проекта из трех источников. Средства жителей или представителей социально ориентированного бизнеса, муниципальный и областной бюджеты. В этом году в Самаре преобразился 51 двор по программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Губернаторский проект «Содействие» позволил привести в порядок более 20 дворов. Жители Самарской области могут записаться к нотариусу проще простого. На госуслугах появился новый сервис «Запись к нотариусу». Он позволяет записаться онлайн всего в пару кликов. Чтобы воспользоваться услугой, нужно пройти по ссылке, затем выбрать дату и время, а также тему обращения. Также можно сразу узнать, какие документы принести на прием и отправить их заранее на проверку нотариуса. Услуга доступна всем авторизованным пользователям портала госуслуги, как физическим лицам, так и предпринимателям. Информирует Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области объявляет о начале проведения конкурсного отбора для предоставления субсидий в целях финансового обеспечения части затрат на поддержку элитного семеноводства. Окончание приема заявок 30 ноября. По всем вопросам рассмотрения заявок обращаться по адресу. Город Самара, улица Невская, 1. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на территории Самарской области активно развивается сельское хозяйство, сообщает телеграм-канал Красноглинского района. В промышленном подразделении Центра социального обслуживания в рамках нацпроекта «Демография» организована работа пункта «Проката технических средств реабилитации». К категориям граждан, имеющим право на получение социальных услуг проката, относятся граждане пожилого возраста, частично утратившие способность к самообслуживанию и к передвижению в связи с преклонным возрастом или болезнью, инвалиды, трудоспособные граждане, временно утратившие способность к самообслуживанию и к передвижению в связи с болезнью, несовершеннолетние дети, утратившие способность к самообслуживанию и к передвижению в связи с болезнью. От имени заявителя может выступать законный представитель или другое доверенное лицо, пишет телеграм-канал промышленного района.